Продолжение следует... 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 Нажимаете на нее, и у вас выходит поисковая система, потому что запомнить все 1300 препаратов невозможно. У вас выходит вот такая система, Welcome to the Fade Equal Prohibited Substance List, Substance Database. На бизнес-серч, тип медикаментов, вы вводите сюда, нажимаете, вводите сюда, например, какой-нибудь препарат на английском языке, деперон, например, или еще какой-либо, и вам, и нажимаете на search, и вам тут же выходит вся информация, контролируемый этот препарат, запрещенный препарат, в некоторых случаях, сколько времени он выводится, можно его применить, нельзя, и так далее, вся информация. Или not found. Not found это значит не найден. Если он не найден, значит он разрешен. И звоните каждый раз своему доктору и говорите, а доктор, а вот это вот, вот мне там дали, вот такую втирочку, какой-нибудь там, и вот этот вот там циклопентант, гидрофинантрен там есть, это вот запрещенный препарат или контролируемый? Не надо пудрить мозги своему врачу, закачайте вот такую штучку, вводите в состав, нажимаете, если запрещенных или контролируемых, вообще если он там появляется, то нельзя. Не появляется? Можно. Понятно? Очень просто. Значит, но тем не менее, такой лист существует, он каждый раз дополняется, пересматривается, ветеринарные врачи спрашивают мнение, потому что как только что-то у нас находится, что действительно помогает, тут же входит, тут же говорят нельзя. Вот поэтому все лечимся варилианты, травочками, муравушками, травмелями, всякой другой ходатей. Значит, соответственно, каждый препарат, например, ацепромазин, да, контролируемый препарат, какой эффект у него? Сидать, то есть сразу же вам тут же, да, или, например, там, ацепутамол, ацепутамол, запрещенный препарат, или, я имею в виду, да, бронходилиотатов, то есть что он делает? Расширяет бронхи, соответственно, тоже нельзя, да, то есть каждый препарат имеет свою характеристику, так? Кроме того, существует такая таблица УФИ, которая называется Detection Time. Знаете, что такое Detection Time? Ветеринарные врачи знают, не ветеринарные, сейчас вам расскажу. Detection Time, это препараты, которые наиболее часто пользуются в конном спорте, и которые имеют время выведения, которые были исследованы на время выведения. То есть, когда вы пользуетесь каким-то препаратом, срочно необходимым вам, например, перед соревнованиями, фенилбутазоны, дексаметазоны, видите, тут они все, вы видите, молодец, так. Так, тут, например, всякие дексаметазоны, флюниксины, эти самые, глингутеролы, эдекаины, дитамидины и так далее, все препараты, которые мы широко пользуемся, и часто, да, они внесены в эту таблицу, для того, чтобы дать вам понять, сколько времени этот препарат выводится из организма. Есть два понятия. Понятие Detection Time и понятие Withdraw Time. Detection Time, это время, в течение которого препарат может быть обнаружен лабораторными методами. А Withdraw Time, это полное выведение препарата из организма. Понимаете разницу? То есть, в принципе, Detection Time, это то, допустим, там, мы можем детектировать препарат до тех пор, пока его будет очень-очень-очень мало, но он еще есть. Вот уже здесь, и уже лабораторный анализ не может его видеть, но он еще есть. И вот, когда он полностью выведется, вот это называется Withdraw Time. Почему это важно? Потому что, если вам кажется, что прошло, например, 7 дней, и Detection Time говорит вам о том, что препарата этого нет, он все-таки еще есть. Если вы добавите хотя бы чуть-чуть, скажем, ну, не буду 10 мл токсаметазона, 1 мл токсаметазона добавили, добавили 1, и он уже здесь, и он уже становится Detection Time. Вы говорите, да я же всего 1 мл добавил, а он уже поднялся до такого уровня, что может быть обнаружен лабораторным путем. Это понятно, да? Значит, этих препаратов не так много, их где-то всего 15-16. Это достаточно сложная система, потому что для того, чтобы определить Detection Time, нужны лошади, а они дорого стоят. Для того, чтобы определить, сколько препаратов выводится, нужно взять лошадь, ввести дексаметазон через час, взять кровь через два, взять кровь через три, взять кровь, потом и так далее, и так далее. И каждый день брать кровь, каждый час, и смотреть, когда же он вывезти, сколько его осталось, потом эту лошадь, возможно, убить, вскрыть, посмотреть, ну и так далее. Это все требует достаточно больших затрат, и никто не хочет с этим связаться. Поэтому, но тем не менее, это надо. Вот смотрите, поэтому очень небольшое количество было исследований. Это количество исследованных лошадей, там, 6 лошадей, 4 лошади, там, 10 лошадей и так далее. И вот, например, флюниксин, или там, наш любимый фенилбуталон, значит, такой он все, наверное, да? Львем он как воду. Было исследовано, да? Две лошадей при пироральном применении и внутривенно 6 на 6. И выводит он 168 часов или 7 дней. Понятно, да? 7 дней, это значит, через 7 дней лаборатория практически его не видит. Но! Вы должны понимать, что это зависит, что, во-первых, лаборатории бывают разные. Во-вторых, 7 дней это плюс-минус 2-3 дня. Потому что это зависит от пола в лошади, от интенсивности нагрузки. К сожалению, к большому сожалению, есть печаль, да? Печаль говорит о том, что, вот, например, те же самые препараты, обследованные в штате Индиан, с каковы, пожалуй, дают другие результаты, время выведения препаратов. Вот, если бы было 96 препаратов, вот, американцы, они, так сказать, нормальные ребята. Если ФИИ сделало 15 препаратов, то эти сделали около 100, исследовали, да? И прямо написали, что то, что, например, ФИИ дает, там, 72 часа вывода, у этих, например, 96. Или наоборот, ФИИ говорит, что это выведется за 96 часов, а эти, ребята, ребята, нет, через 3 месяца это будет препарат, не раньше. Поэтому мы, конечно же, да, мы, конечно же, заложники лаборатории. Вот, и мы работаем на основании, все-таки, официальных данных ФИИ. Хотя сказать, что лаборатория ФИИ хуже, чем лаборатория по скаковым лошадям в штате Индиана, я не понимаю. Вот, однако, постарайтесь, есть некоторые данные, которые совпадают. Большинство данных совпадают, это правда, процентов 80, но процентов 20 резко не совпадают. Будьте аккуратны. Если захотите с этим заниматься, прямо найдете, зайдете в интернет, там, данные по антидопингу по времени выведения препаратов из скаковых лошадей США, и вам выйдет вся таблица. Сколько и чего. Пользуйтесь этим. Ну, еще раз говорю, что в ФИИ была разработана программа «За чистый спорт», которая предполагает взятие проб и допингового контроля проведения во всех турнирах. От драйвингов до, чего вы хотите, да, конкур, выезда, там-то, не троеборист, теперь час, но, тем не менее, пить карты не ставят так классно. Вот. Поэтому для всех видов спорта это, конечно же, у нас применяется. Как эта штука работает? Работает это просто. Значит, в принципе, чем больше вы об этом знаете, тем больше подкованной вы становитесь, понимаете, что может, что нельзя. Если у вас, по ходу, возникают какие-то вопросы, говорится, спрашивайте, я расскажу. Как это все работает? Вы выступаете на соревнованиях, а компьютер или главный судья соревнований с ветеринарным делегатом, посовещавший, да, решили, давайте, ребята, возьмем пробу у первых трех победителей, например. В принципе, учитывая дороговизну проба, дороговизну проба, да, а стоит она примерно 500 евро, одна, да, не будут тратить пробу на всадника, который занимает 89 место. Как правило, все-таки стараются дать преимущество лошадям, либо замеченным в употреблении доминга, или подозрительным. То есть, например, я, будучи ветеран делегатом, очень часто я хожу и смотрю, кто-то ножку поливает от шланга долго, дольше положенного времени, да, кто-то три, вот одно место, там, были ставят дватнички, да, будто что-то подтирают, да, я их записываю аккуратненько. На всех моих лошадях есть номерочки, ну, а как иначе? Вот. И когда мы составляем список лошадей, кого мы возьмем на допинг-контроль, у нас-то задача какая, я вам честно скажу, поймать, правильно? Вот, не допустить и на этом примере научить других. Поэтому, все, вы будьте очень аккуратны, когда вы просто вот встали на соревнованиях в моке, и вот привязали лед в ноге, и стоите, и всем показывайте, какая нога болит, и еще шланг насунули, и вот лошадь стоит, и вы думаете, что никто не замечает. Все замечают, поэтому будьте внимательны. Значит, точно так же относится к лошадям с масками, которые, например, стоят с ингаляцией, потому что ингаляция, ингаляция, что вы в эту ингаляцию засунули, никто не знает. Поэтому тоже ваша лошадь может пойти на допинг-контроль. Любая подозрительная лошадь. И, конечно же, как правило, первые три места победите, да. Ну, иногда, может быть, еще, так сказать, там, две-три, просто так. Давайте возьмем там, там, там еще. Вот, но, как это работает? Вы закончили соревнование, выезжаете с поля, к вам подходит стюард и говорит, здравствуйте, вы приглашаете в зону допингового контроля. По решению главной судейской коллегии, ваша лошадь будет подвергнута допинг-контроль. Прекрасно. Вы слезаете с лошади своей и имеете полное право, во-первых, вы не сопротивляетесь. Вы не можете сказать, а почему я? Потому что. И вы слезаете с лошади, вам дается полное право взять лошадь, провести ее, куда вы хотите, снять седло, снять вездечку, надеть недовозрог, надеть поп-кону. Нельзя заводить ее в свой деньник и в чужой деньник. И вы все время с этого момента находитесь под контролем стюарда, который все время, вы туда и он туда, вы сюда и он сюда. Он ни в коем случае не противоречит, не противодействует вам ни в чем. Но кормить нельзя, поить нельзя, заходить в какие-то посторонние помещения нельзя. Вы говорите, а можно мне отшагать? Она только что отпрыгнула. Пожалуйста, пошагайте, конечно. Пошагайте, 10 минут вам хватит? Да, вполне. А можно снять? Можно. А можно? Можно, пожалуйста. И все. После этого под присмотром стюарда вы направляетесь... Вы направляетесь в такое место, которое называется допинг-контроль-боксы. Это отдельно стоящее, как правило, помещение, у кого оно есть. Но в любом случае есть определенные требования к таким боксам, которые вы обязательно, как спортсмен, должны просмотреть. И если, например, боксы должны быть чистыми, либо опилки, либо сено, салоба, если такая возможность есть, вам могут предложить, вы можете выбрать любой деньник. И там не должно быть ни в коем случае навоза, никакой мочи, никаких кормушек, поилок, ничего. Абсолютно чистое помещение, которое предназначено только для вашей лошади. Если вы видите, что там моча или там какие-то там предметы, которые могут инфицировать вашу лошадь, загрязнить, то вы можете потребовать, чтобы все убрали, почистили, и это ваше полное право. Сейчас у нас есть, так сказать, чипы. Ваша лошадь обязательно будет сканирована, идентифицирована, что это та самая лошадь, которая пришла. И для детей, которые приходят, они обязательно должны прийти с родителями, если они до 18 лет. А если они после 18 лет, то они приходят со своим паспортом или с каким-то документом, подтверждающим испытание. Потому что потом они уже будут поставить свою подпись. Итак, вас привозят в бокс, на котором стоят какие-то MPCB, это называется Medical Control Program. Понятно, да? Значит, все это делается очень любезно. Вам предоставляется право наблюдать за всем, чем вы хотите. И единственное, что вы не имеете права вмешиваться в процедуру допинг-контроль. Тут же стоит самый простой столик, на котором находятся наборы, так называемые киты. Это такие коробочки, я вам покажу. Ну, это, как я уже сказал, что будет... Это, кстати, вопрос о микрочипировании, потому что они потом будете задавать этот вопрос. Микрочипирование обязательно для всех лошадей регистрирования в ФИС 2013 года, чтобы вы понимали. Вот. Значит, вы заходите, вы забудете лошадь в бокс, снимаете с нее все, и уходите. И просто со стороны наблюдаете. Есть специальные, обученные для этого люди, офицеры допинг-контроля, которые при вас вскрывают кит. Мало того, они вам дают выбрать его. Вот их стоит такая штука. Какой хотите, я хочу левой справа. Пожалуйста. При вас вскрывать. Если кит скрыт до вас, можете отказаться от него. Если что-то вам кажется, что чем-то вы не согласны, вы говорите об этом сразу. Потому что в конце вы должны будете подписать документ, в котором подтверждаете, что вы согласны с правилами антидопингового контроля. Или не согласны. Понятно, да? Это обязательная процедура. Да. А бывает такое, что вы будете предложить ранее вскрытый кит, не при тебе? А в каком случае такой принцип и важно? Знаете, как я вам скажу тогда, я был в одной республике, в которой кит не просто лежали вскрытыми, а они лежали на земле, вот там вот. Там был тенек, вот туда засунули, и вот так доставали его, и могут, конечно. И чем это грозит? Ничем отказываешься подписываться, и все. Отказываешься. Я не согласен. Почему? Потому что кит вскрыт. Это рекоментировано, да? Да, да, да. Вы полностью должны, и вы прямо пишите, не согласен с процедурой, в связи с тем, что кит был вскрыт. Все. И это большая проблема для офицеров, которые, да? Значит, хотите фотографировать процедуру, фотографировать все, что хотите, никто вам ничего не запрещает. Но там все могут стоять камеры, как правило, вот. И вы остаете, ваша ложь остается одна наедине с человеком, который будет брать кровь, да? Внутри кита находятся пробирки для взятия крови и баночки с мочой. И, соответственно, приспособление, чтобы можно было отобрать мочу. И все это чисто, стерильно, включая перчаточки, все, 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 все. Каждая пробирка имеет свой идентификационный номер, позже скажу. Вы оставляете эту лошадь и ждете. Лошадь должна, по идее, нам надо брать мочу. Мы всегда ждем мочу. Значит, по-разному подходит к времени, в течение которого вас обязывают ждать. От 30 минут до часу. Это сколько лошадей есть у вас. Сколько терпения хватит у ветеринарного врача, который будет это делать. Понимаете, да? И если, например, там, вот я был на соревнованиях этого, вцопать этому конкурс 4 звезды 2 года назад, да? Так у нас было 426 голов лошадей. Это невозможно просто. Поэтому там не то, что не ждали там 30 минут, а в 15 минут мы не ждали, потому что лошади подходят и не успеваешь. Дневников, как правило, в боксах для дубингового контроля, ну, максимум 3. Поэтому, чтобы большее количество лошадей пропустить, ну, ты не можешь ждать все в этот час. Но, в принципе, от 30 до 60 минут они имеют право, да. А получается, мочу туда вы не берете, да? Так, да. Если лошадь в течение 30 минут или часа не помочилась, то берется вторая проба крови. Через 30 минут. Да. Через 30 минут или час, еще раз говорю. Кто-то 30, кто-то час. Вот. Значит, вот таким вот образом берется кровь из еремной вены. Чистая пробирка, чистая иголка, чистые перчатки. Все чистенько, прозрачно и очень даже стерильно. Все приватно. Вот так вот выглядит стандартный набор. Уложены баночки, уложены пробирочки. Это я фотографировал уже. Это все вживую мы делали, поэтому... Потом просто все собрали в презентацию. Вот так вот лежат баночки, вот так лежат пробирочки. Все скрою, все как положено. Приватно печатается, специальная лента перевязывается. И каждая пробирочка имеет свой идентификационный номер. Один на весь кит. Честно говоря, я не знаю, каким мастерством надо обладать, чтобы вскрыть эту баночку. Я пытался, не получается. Сломаешь. Замораживают они там. А? Что-то они там с температурой делают, то есть замораживают. Чтобы открыть? Да, да. Ну, не знаю. Тут показывали. Ну, может быть, как-то это и можно, да? Но сложно это как-то сделать. Надо прямо... А так она закрутилась, щелкнула, и все. Никак не открыть, да? Только очень надо стараться. И, в принципе, когда эти пробирки и баночки приходят в лабораторию, первое, что смотрят, это целостность, да? Всего целостность. Целостность ленты, целостность самой коробки, целостность пробирок. По глупости смотрят, нет ли там чего и так далее. Поэтому это, конечно, очень серьезное дело. И вряд ли, чтобы тут была какая-то фальсификация. Когда говорят, подменили пробу, ну, блин, нет. Это невозможно. Значит, соответственно, мочу собираются вот такие баночки, но откроются, соответственно, в пробирочке. И каждый контейнер имеет, как я уже сказал, свой защищенный штрих-код. Он один на всех. Значит, все данные о проведении допингового контроля, соответственно, вносится в определенный раздел паспорта. Там есть, если вы помните, в паспортах раздел допинговый контроль, и туда все это вносится. Вот так вот выглядела наша лаборатория конного допинга. Это боль моя. И вот это здание лаборатории антидопингового контроля нашей. А вот это, чтобы вы понимали, да, видите, что здесь написано? Лаборатория конного допинга написано. Кабинет номер 304. Лаборатория конного допинга. Нам была выделена половина этажа. И вот так выглядела наша лаборатория допинга. Ну, конечно, все размыто, но понимаете. Вот это все наше. Я поехал все это фотографировать и так далее. Чтобы вы понимали, на каком это все было уровне. И мы создали лабораторию настоящего допингового контроля. Такого, что потом приезжали из ФУИ, и, в принципе, мы вели разговоры о создании международной лаборатории конного допинга. А их всего в мире пять. В Гонконге, в Штатах, в Германии, во Франции. И ВАДО, и ВАДО, и ВАДО, и все. А в Восточной Европе вообще ни одной. И мы за мало, за мало, потому что мы уже исследовали около 800 проб, нам сказали, тысячу проб будете давать. Мы вам дадим такой статус. Но, пришла беда, куда не ждали. И после Олимпады в Сочи, когда ВАДО написала, что она не доверяет российской лаборатории, РУСАУ закрыли. ВАДО сказала, что никакой аппредитации больше не будет. Закрыли все. И вместе с водой выплеснули ребенка, которому было наше детище, в лабораторию конного допинга. После чего, специалисты разбежались, а представляете, что такое найти талантливых химиков. Вот таких идиотов, которые хотели бы заниматься в дупинговом готовке, в проверочке, и все. Их так-то нет уже. Все же хотят джинсами торговать, или еще что-то. А вот это же люди такие уникальные. Больные, да, еще вот такая зарплата. И вот их нашли, собрали вместе, и все. И они все разбежались. Разбежались по институтам, кто куда. И все это кончилось. И у нас больше нет в России российского допингового контроля лошадей. Но мы не сдали. Поэтому сейчас, да, после чего, значит, мы два года жили без допингового контроля внутри страны. И поняли, что это очень долгая процедура. Но у нас есть международные соревнования, их около 30-40, наверное, на территории Российской Федерации. Сейчас проводится как кур, выиск, троебори вот эти все, да. И мы общались с ФИИ, с Международной Федерацией Главного Спорта, которые сделали потрясающую совершенно программу. Где-то года два назад они пригласили главных врачей страны на собрание в Грецию, которое было конкретно этому посвящено. Они сказали, что, ребята, мы прекрасно понимаем, что пропа стоит 500 евро, что это страшно дорого. И что Зимбабве с Объединенными Ирабскими Эмиратами никак не сравнится. И в Зимбабве я могу жить год с семьей и десятью женами на 500 евро, а этот мороженое покупает в Эмиратах за 500 или бутылочку шампанского. Поэтому, конечно, разные весовые категории. И никогда бедные страны не смогут позволить себе тратить такие деньги и делать программу топинного контроля. Поэтому, сказали они, начиная с 2016 года, или с 2015, уж не более, мы делаем таким образом. Все расходы, которые несет Федерация Российская, страны, национальная Федерация, на программу топинного контроля, мы завираем себе. Мы будем платить за все, сказала Фейн. А с вас мы будем брать каждый раз на международных соревнованиях от трех звезд и ниже 18 швейцарских франков за каждую ложку, как МСП контроль. А на соревнованиях от трех звезд и выше 25 швейцарских франков за каждую ложку. Не за каждый старт, а за соревнования. То есть вы приехали, вы платите стартовый износ и 18 швейцарских франков за МСП контроль. Если это соревнования трех звезд и ниже. Только на международных. И если соревнования три звезды и выше, 4-5 и так далее, то 25. Вне зависимости от того, производится у вас сейчас забор проб на этих соревнованиях или нет. Неважно. И из этих денег, эти деньги все отправляются в Международную Федерацию Конного Спорта, которые формируют такой денежный пул, из которых потом оплачивает сейчас Федерация Международная все. Стоимость китов, стоимость анализов, стоимость пересылки этих наборов, стоимость самих китов, работу ветеринарного специалиста, работу техника ветеринарного, тестирующего ветеринара, его гостиницу, его проживание, питание, зарплату по 300 евро в день примерно, да, это 200. То есть все мы берем на себя. И этот человек, а это сейчас у нас Ольга Зибрева, напрямую подчиняется только ФИИ. Он стоит как бы на зарплате у ФИИ. И деньги больше через Федерацию вообще не проходят. Никакие. Это, конечно, потрясающая штука. Мы за это ухватились. И быстренько двух человек, Ольгу Фченкову и Ольгу Зибреву, мы их аккредитовали, они прошли курсы, мы там за них просили, бегали и так далее. Я лично этим занимался, долбил этого президента, представителя комитета ветеринарного много раз. И в итоге мы это сделали. И с прошлого года у нас их два человека, аттестованных ФИИ, которые имеют право на любых соревнованиях в мире брать пробы. Таких специалистов в Восточной Европе всего два. Один у нас вот Ольга Зибрева, второй какой-то то ли Иранец, то ли, по-моему, Иранец какой-то. Ну, такой совсем не такой. Вот поэтому практически мы сейчас имеем полное право проводить допинг-контроль на всей нашей территории Восточного пола. И это здорово. Вот такая лаборатория была, теперь ее нет. И так отвечаю на ваш вопрос. Проба А и проба Б. Значит, соответственно, пробы, которые у нас есть, вот так вот, да, красненькая проба А, синенькая проба Б. Значит, то есть все анализы делятся пополам. Проба А, это та проба, которая исследуется. Проба Б, это лаборатория, которая остается в лаборатории, хранится до восьми лет в замороженном виде. Почему сейчас там поднимаются на наших спортсменов всякие протесты и так далее, и так далее. Потому что пробы все еще живы. И пробы сочинские живы, и те еще живы, и так далее. Поэтому все это можно сделать. То есть, для чего это сделано? Если вдруг ваши результаты по пробы А отрицательны, то никто вас и не трогает, и прекрасно, и все хорошо. И проба Б просто там хранится себе, и все. Никто вас не трогает. Не уничтожается, а хранится. Значит, если же у вас возникает какой-то вопрос, и вы не согласны, вы говорите, никогда я не мог делать фидимокутазон там за два дня до старта. Да вы что? Вы все врете. Тогда вы имеете право написать бумагу о том, что вы не согласны. И что это вообще чудо какое-то. Так не бывает. И вы спокойненько совершенно говорите, хочу вскрыть пробу, они говорят, а не вопрос, ребята. Но учти. Понимаете, потому что если вторая права положительная, она, к сожалению, почти всегда оказывается положительной. Потому что элемент коррупции никто не отменял. И как он есть в нашей стране, так же у них идеализировать не надо. Поэтому если французская лаборатория сказала один раз, что проба А положительная, она и второй раз скажет, что ИГ положительная. Но не будут они гонить сами себя. И подвергать сами себя таким сомнением. Мало того. У нас был один случай со скаковой лошадью в руку, когда сказали, нет, проба А положительная во Франции, отправляем в Англию. Отправили в Англию. Я говорю, дураки, все будет то же самое. Ну, и естественно, все, ну как, мы знаем все друг друга. Врачи знают все друг друга. Спортсмены знают все друг друга. И точно так же, поверьте мне, заведующий лабораторией во Франции знает прекрасно заведующих. И скажут, что что это у тебя там? Там, Жан-Мария, что это от меня проб тебе пришло? А он скажет, Джо, ты понимаешь, что это русские охренели? Что-то им там не нравится? А что-то вот такие, а, все понятно. И они все друг друга, знаете, как рука руку моют. Так что не волнуйтесь. Они все равно. Очень, я не рада, например, на моей практике, и не рада не было такого, чтобы сказали, проба А положительная, а бы отрицательная. Но не было такого. Это требует времени, это требует денег, это нервничаешь и так далее. И все равно, поэтому, если ваша проба А оказалась положительной, мой вам совет, не подавис. Потеряйте время, деньги, и все равно мир не справедлив. Значит, ну, так оно и есть. Значит, какие у вас за это идут наказания? Большие. Потому что, если вы выступаете в команде, даже если три человека оказались чистыми, а один нет, результат команды аннулируется. Медаль отбирается, страдают все. Мало того, накладывается штраф. Уже и как же не на команду, команда страдает только медалями, очками и так далее. А конкретно спортсмен страдает, ответственное лицо страдает денежными штрафами. От полутора тысяч швейцарских франков, а это сейчас, по-моему, около полутора тысяч евро, примерно вот так вот, да? Вот. До дисквалификации. Дисквалификации, опять же, может быть по-разному. Если вы сильно бодаетесь, то с вами будут сильно разбираться. Если вы скажете, да простите, дяденька, вот так случилось, ну вот. Причем я-то из таких, которые все равно до конца будут биться. Но я вам советую, не надо это делать. Опыт печальный. Поэтому вы, если не знаете и не доверяете, да, например, вы говорите, нет, нет, вот этот коновод, он мог, он мерзавец. Если вы точно знаете, что этот гад мог, ну, бейтесь. Но если вы доверяете своему коноводу, сами вы, честно говоря, ничего не делали, ни мама, ни папа, ни тренер, ну, ну, зачем, да, то тогда непонятно, как эта штука попала к вам, ну, непонятно, но, скажите, если это одно вещество, да, скажите, ну, ладно, я согласен, мы все делаем. И признаетесь, вам говорят, ну, вот он честный человек, он сознался, пишите, я не знаю, каким образом это попало, не знаю. Но раз уж вы так сказали, я вам доверяю. Они скажут, ну, какой вы честный человек, ну, ладно, давайте мы его просто пожурим. Понимаете, вы отделаетесь малой крови, чем если вы начнете биться, да, не доверяемся нифига. Честно говоря, не должен так говорить, но так есть. Вопрос, можно? Да. В 2014 году, ну, в лаборатории, кроме лошади, еще анализ делали и специалисты. А и сейчас так делаются? И сейчас так же. Да, делались, только это к нам не имеет никакого отношения. То есть нет связи между лошадьми и всадниками. Просто вот сейчас мы были в этом программе на Олимпиаде. Офицеры были одни и те же? Офицеры были одни и те же? Сейчас, секунду, и просто вот я лично, да, с Мариной Афрамеевой пошел писать в баночку, да, и бегал туда-сюда, потому что и коня ее взяли на допинг, и ее взяли. И это был один стюар, но разный допинг офицер. И не может офицер стоять одновременно, знаете, девочек. Почему у нас такое представители Русады, действительно, они работали, девушки вместе, их было двое. И девушка, которая занималась допинг-контролем спортсменов, она потом помогала Юле с лошадьми. Чисто в оформлении документации, в основном. Ну, какие вещи? Да, но офицер, который берет, понимаете, как у них у офицеров Русады очень четкие полномочия, да? И правила отбора пропу лошадей никакой допинговый офицер человеческий не знает. Он просто побоится войти к этой лошаде, боится ее. Вот, поэтому не думаю. Они могут быть из одной организации, но люди, каждый отвечает за свое. Там даже бланки заполнения разные. Так что, если вам не нравится, что они на то же, ну протест напишите. Какого хрена она, что я понимаю? Ну, если все чисто, то нормально. Значит, про новую финансовую систему по антидопинговой программе я рассказал. Это вот то, о чем я говорил, о том, что есть такая глобальная программа по допинг-контролю, которая предполагает финансирование ФИ всей антидопинговой программы национальных федераций. И за все платит. Вот поэтому это хорошо, и эту программу работают. И то есть, получается, перед стартами я должен оплатить за лошадь эти 18 или 22, то есть франк? Нет. И на стартах... С вас прямо... С вас прямо... Вот так, сборкомитет вы там плачете. Да. Или я с 5 танцев и приезжаю с оплаченной по каким-то репутингу. Боркомитет. Вы приходите и прямо... Наличка. Ваши антонка, ваши антонка. Ваши антонка. Ваши антонка. Да, в положении должно быть написано. В положении сейчас всегда прописывается это. Ну, то есть, не с квитанции, не сам плачу, а платит он комитет. Правильно, Ваня, да? Нет, ну вы платите. Вы платите комитет. А он комитет через федерацию. А он комитет отсылает эти деньги в федерацию, а федерация перечисляет уже в КИ. Понятно? Понятно. Значит, вопрос такой очень насыщенный, поскольку мне, как врачу, много приходится путешествовать. И это такие вопросы, которые чаще всего задают. Значит, а чем можно на Тонаре? Чем можно, чего нельзя? Чем ничего нельзя? Можно. Значит, анальгин. Это анальгин нельзя. 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 Даже спирт теперь нельзя, чтобы вы понимали, да? Спирт нельзя. И травку не каждую можно. Ну, и травку не каждую. Даже спирт нельзя. Потому что спирт эти идиоты тоже включили. Потому что он какой-то седативный эффект оказывает и так далее. Сколько надо того спирта мазать или ножить, чтобы он седативный эффект. Ну, потому что такана не хватит, а тут в лошадь надо будет втирать. Поэтому это, конечно, сложно. К сожалению, да, когда ветеринарные врачи едут когда-то на соревнования, или спортсмены едут на соревнования, а я считаю, что у вас, конечно, у каждого спортсмена должен быть с собой определенный бокс, с медикаментами, потому что кто знает, что там есть, нет. У каждого свое. Да, но наука не строит на месте и пытается найти что-то новое. Например, что? Например, существует такая вещь, которая называется эквиминити. Некоторые строеборцы, ребята, которые говорят, ну мы вообще по манежной юзной без этого ехать не можем. А некоторым вообще не помогаем. И есть фильмы в ютубе, которые показывают, как они это сделают. Короче, это гель, который они делают из плаценты, жеребок, кобыл. И в коробочке находится 10 порошочков таких, 10 таких гель. Перемешать и надо натирать нос лошади минут за 20-30 до выхода лошади на соревнование. Действует это примерно 2-2,5 часа. Запах ассоциирует какие-то там ароматерапии, я уж не знаю что, но работает. Не у всех, но работает. Еще они более спокойные становятся при работе, когда они выходят на мою компанию? Да. Они просто успокаиваются. Просто успокаиваются. Вот этот стресс, этот псих. Не расслабляется. Псих, да? Ну у животных же вообще обоняние очень такая вещь серьезная. А у лошади, которые плохо видят, понимаете, то, что я сидел в сан-2 типа слушателей и зрителей, да? Слушатели это те, кто боятся звуков, а зрители те, которые боятся всего, что двигается им. Имеет большое значение. Когда ты чувствуешь, что малый пахнет, вроде как тут все нормально, бояться-то нечего. Ну, все, где-то мама на локту не зала. Есть такая штука, попробуйте, может вам понравится. Не такая дорогая. Ветеринарные формы. Что вам надо обязательно знать, когда вы привозите на соревнование. С 1 января 2018 года, если вы знаете, то существует вообще 4 формы существовало. Форма номер 1, номер 2, номер 3, номер 4. Да? Это формы, которые мы заполняли всегда на соревнованиях, если мы применяли лошадям какой-то препарат. И вы обязательно вносите, заполняете все графы, какой препарат, в какое время, как называется, какой химический состав, время, метод введения. У вас, когда вы едете на соревнование, у вас с собой обязательно ветеринарный врач, который должен зарегистрироваться. Когда он приезжает, он участвует в собраниях, в митингах, которые проходят под руководством ветеринарного делегата. И он обязан, обязан лечить лошадей только в специально отведенных местах. И если раньше можно было делать кое-какие вещи у себя в дневнике, то сейчас, потом я скажу, изменения ветеринарного регламента, вот если надо будет эту тему вообще говорить, то тогда, то теперь можно делать только в лечащих боксах, только в специально отведенных боксах. В дневниках больше всего в дневниках делать не граничу. Вот. Значит, сейчас я вам скажу, что это то, что бывает с людьми. Когда они... Что ж, Вадим? А можно еще вопрос по поводу формы? Я сейчас скажу про формы отдельно. Я просто вам навестаю до конца. Нет, нет, про формы был введен журнал медикаментозного лечения. Он сейчас легитимен, используется или нет? Не требуется больше. Не требуется. По новому правилу не требуется больше. Вся форма А. Вот. Все то же самое осталось. Вы это заполняете, как ваш лечащий ветеринарный врач, да? И несет это вот тритинг ветеринарный, да, лечащий врач. Лошадь, как название, кличка и так далее. Какие субстанции, куда вводите. И это обязательно подписывается президентом гран-жури. Имейте в виду, что сам факт заполнения формы не дает вам индульгенции. Вот здесь вот написано, да? Для комиссии или президента гран-жури. И еще для заполнения ветеринарным делегатом, председателем ветеринарной комиссии, ветеринарным делегатом. Два человека еще должны подписать, да? И здесь есть такой раздел. Вот цветы видно, но он может быть. Фит, то компит. Видно, да? И нофит, то компит. А то, о чем я вам говорил. Что он может вас выслушать и сказать, да, все здорово. Ты это все сделал, но я не разрешаю тебе компит дальше. А вот то, что подписывает президент гран-жури, это не значит, что они вдвоем должны с ветеринарным делегатом решить? Да, вот они так и решают. Может ли президент не разводится? А тестовать решение ветеринарного делегата? Если ветеринарный делегат говорит, не может выступать, а может ли... А у нас вообще по правилам последнее слово за президентом гран-жури. У нас даже, чтобы вы понимали, на выводке лошадей ветеринарный врач не имеет права снять лошадь на соревнованиях, чтобы вы понимали... То есть в данном случае это исключительно мнение ветеринарного врача, которым будет руководствоваться или принято внимание, или нет... Сто процентов. Последнее слово за гран-жури, что это за гран-жури. К сожалению, да. И я единственный раз только в нашей славной Российской Федерации имел соревнование по троебору в прошлом году, где она была председателем, она была президентом гран-жури, она не сошлась со мной во мнении, я говорю, что лошадь эта хромая. А она говорит, нет. Я говорю, что хромая? Она говорит, нет. Я говорю, как же так, нет, нет и все. И я говорю, ну ладно, ее допустили. И она хромая и прыгала себе. Я, конечно, хотел там, чтобы понять, но вот тут. Понимаете? То есть, в принципе, ну, каждый человек должен отвечать за свой участок работы. Поэтому никогда у меня не было такого, чтобы президент гран-жури не согласился с мнением ветеринарного врача. Да? Врач, наоборот, там, можно сказать, она не хромает. Нет, я не вижу, что в роматы не хромают. Да? Ну, когда врач говорит, что пынет, она хромает вообще. Президент гран-жури при этом берет на себя большую ответственность. Потому что если лошадь-жури что-то случается на соревнованиях, не дай бог, и оказывается, что сзади упал, сломал ногу, или там, не дай бог, травмировался сильно, или вот в лошадь что-то случилось, да, то тот, кто принял окончательное решение, тот отвечает. К счастью, этого не случилось. Вот эта форма, выглядит форма А, вот, и, 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 вот так же теперь выглядит форма БМ. Понятно, да? То есть и больше никаких форм не осталось. А БМ для чего заполняется? Для использования медикаментов, которые не числятся в листе запрещенных субстанций. 10 литров, которые имеются в виду, это ситуация? Да, совершенно верно. А значит, теперь вот это вот... Совершенно верно. Да, кобыл не надо заявлять, что ты кобылу кормишь. Нет. Это форма А? Да. Или это по форме БМ является... Спокойно, подожди. Сейчас, что скажу. Сейчас, что скажу. Есть разъяснение на эту тему. Разъяснение, правда, на языке не русском, но есть там на русском языке. Как это раскрывается-то так, что ли? Вот так хорошо видно, да? Нормально? Да? Да, так лучше. Значит, смотрите. Форма А и Б. Разъяснение по заполнению, чтобы вы понимали. Следующие ветеринарные формы используются в течение соревнований для получения разрешения на срочное лечение и на использование других медикаментов, которые не находятся как запрещенные препараты, запрещенный субстант с листами. Все лечения, все лечение должно, в обязательном порядке, должно быть дано только в предназначенных для этого лечебных боксах на соревнованиях. Все лечение, любое лечение, понятно? Если раньше капельницу можно было получить разрешение ставить в дневнике, то нифига. Это на международных соревнованиях. Как правило, это может быть стюанс. Если это какая-то клиника, например, то там по-любому есть кто-то из врачей и наверняка по предпрессмотру. Значит, изменение с 1 января 2018 года ветеринарная форма с 1 до 4 была заменена формами А и Б. И больше не нужно декларировать использование субстанций, которые были отмечены в форме 2 и 4. Понятно? Да. То есть, таких как... Сейчас я вам тут скажу. Я специально оставил на английском языке, чтобы не было потом сомнений, чтобы не точность перевода или еще. С картинкой. Да. С картинкой. С картинкой. Какой? Там. Есть. Ответный порт. Все. Значит, теперь смотрите. Эта информация, касательная форма использования А и Б, может быть найдена в версии ветеринарных регламентов 2018 года. То есть, открываете сайт ФИИ, там находите раздел ветеринарии, находите ветеринарные правила 2018 года. И там прям все написано, как заполнуется форма А и Б. Ветеринарная форма Б не нужна для лечения лошадей со следующими лекарствами. То есть, мы можем сказать, но если это не запрещенные препараты, и мы все-таки физраствор там все это вносим туда, почему мы не можем вносить туда какие-то другие? Они говорят, не нужно следующие субстанции, например, суставные поддержки, аминогликозиды, акадеквады, пентазан, полисульфаты, гиалуроновая кислота, витамины, аминокислоты, гомеопатия и так далее. То есть, всего этого больше вносить не надо. Вы хотите, например, уколоть любимую всеми гиалуроновую кислоту в надежде на то, что она полетит. Ну и идите себе. Пришли, спокойно, совершенно в лечащий бокс открываете, ничего никому говорить не надо, заполнять никакую форму не надо. И вы, если стюард подойдет и скажет, что это вы тут делаете, я скажу, я отколю гиалуроновую кислоту. Заполнять форму не надо, в списке запрещенных она не находится, я имею полное право. Он говорит, а вдруг у вас баночки с гиалуроновой кислотой налит финилбутазон? Да. Он говорит, да может быть, конечно, так вы возьмите, пожалуйста, потратите 500 евро. Возьмите ее и, пожалуйста, но если вы ошибетесь, то у людей будут возникать вопросы, что благодаря вам вы нагрели ветеринарных делегатов и все, весь аккаунтационный комбинет на лишние 500 евро. Но если хотите, возьмите, пожалуйста. Понимаете, да? Вот. Кому понравится? В следующий раз стюард не подойдет. Подойдет? Подойдет, да. И вот это может точно поведут на топик? Ну, неважно. Лучше не вкладывается. Один раз, нет, нет, нет. Один раз поведут, второй раз поведут, а там нет ничего. И что? Так часто. Нет. Ну, короче, сейчас применение этих препаратов не требует заполнения никаких форм. Понятно? Можете это делать легко и свободно. Вот. Это все, что я вам хотел сказать про домик. А можно вопрос? А планируется ли в нашем ветеринарном рекламенте аналогичные формы использовать и, в общем-то, немножко примечать, может быть, наших спортсменов к подобной системе? Нет. Смотрите. На наших национальных соревнованиях. Ну, как вам сказать, да? Ну, был бы дом, к нему можно было бы ввести дорогу. У нас ветеринар, кто не был на соревнованиях. Не у ветеринара, у нас нет программы антидопингового контроля, у нас нет лаборатории. Вот будет лаборатория? Соответственно, эта система будет выстроена. Конечно. У нас так и было. Что же в Руссаде сейчас? Они чем сейчас занимаются? Просто сидят, пока ждут решения. Ну, они работают под контролем англичан. Их контролируют сейчас. Их, типа, контролируют там, да. Ну, да, ничего. Да сейчас. Я не знаю, сколько еще должно пройти времени, чтобы все это наладилось. Они должны, они должны... Да. ВАДА хочет, чтобы... Вся лаборатория? А вот наша лаборатория приехала? Ну, не знаю. ВАДА, короче, хочет, чтобы лаборатория была кредитована. По всем стандартам, параметрам, прям, все-все-все-все. Это очень сложно. Половина людей разбежалась, кто где. Так что так. Подобен к глобовому контролю. Вопросы еще есть, как мне какие-нибудь. Здесь нет никакой презентации, поэтому я просто сразу вам эту... У меня целый час на это отведено, но не нужно. Вы сейчас поймете, что-то вы увидите. Значит, у меня здесь перечислены вот так. Просто те изменения, которые сейчас, в 2018 году, введены в ветеринарный реглан. Я вам просто буду читать, чтобы вы понимали, вопросы будут задавали. Значит, ветеринарное правление провело полную переписку. Ветеринарный правил в 2017 году. Это правда. Ветеринарный реглан стал намного проще. Значит, приняты изменения. Большие изменения у нас касаются. Поним. Кому интересно, да? Лечение, лошадь, медикаменты, поддерживающие терапию. И вводится новая классификация, которая называется конный терапевт. То есть, теперь просто так самому спортсмену нельзя будет ставить какие-то там попоны, магнитные, какой-то массаж, акупунктуры проводить, или еще что-то привозить кого-то. А это вот мой акупунктурист. А это вот мой там физиотерапевт и так далее. Для этого нужно будет введена специальная категория конный терапевт. Вот, конный терапевт. И будет введена классификация. То есть, нужно будет регистрироваться как конный терапевт ФИИ на специальном сайте, получать разрешение ФИИ на это дело. И с этим разрешением, и с карточкой индивидуальной, на которой будет написано ФИИ, как это там, хорстерапист, что-то такое. Ходить на соревнованиях международных и всем показывать. Если стюарды подойдут к вам и скажут, а что это вы тут маску делаете, например, да, или там еще что-то, кто вам дал право, вы должны сказать, а вот я конный терапевт, я зарегистрировался, вот у меня все есть. На международных соревнованиях такие правила. Понятно? А так же перерезистация будет требоваться, периодическая? Не знаю, даже перерезистация, по-моему, раз в 4 года, что-то такое надо будет делать. Так же, как и учащие врачи, да? Да, но просто так самому физиотерапией заниматься нельзя. И привозить кого-то мужичка со стороны тоже нельзя. Вот. Значит, по измерениям пони, да? Ну, я, честно говоря, не в силен в пони. Это, наверное... Врачи не было разница, брали ли они это несоответствие, это разница в правилах воистковых и ветеринарных рекламентов. Там один сантиметр углевал. Вот, читайте, что написано. Я не знаю, я никогда в жизни не упомянул. Я посмотрю, потому что вы действительно столкнулись с этим, с конкретной лошадью... Значит, изменения касающиеся правил. Включаю следующее. Фыя оставляет собой право провести необъявленное измерение пони. Да, оставляет. То есть, в принципе, они могут пони измерить в любой другой момент, не только на выводке и там еще где-то. Член главной судейской коллегии соревнований с участием пони вправе провести измерение. Пони при этом должен быть представлен в речке и стоять на свободном поводу. А не на совету, не естественно. Это ее тоже. Солидный повод. У нас уже в Бергле. Может быть, мы с нами. Это так этот самый... Транслятор так. Перевод там. А я ее пропустил. Ну, ладно. Да. Значит... А, ветеринарная помощь. Вот еще что, значит... По ветеринарной помощи для вас важно. Значит, как я уже говорил, лошади больше не будут лечиться путем инъекций и любым веществом до окончания выступления в день старта. То есть, если раньше, например, у нас была такая возможность утром поставить капельницу, да, например, то теперь такая возможность нельзя. Теряется. За исключением лошадей, которые стартуют после 18 часов. После 6 вечера. То есть, если с утра троеморцев после кросса, мы говорим, а сейчас, если мы вечером, и утречком еще раз-десядем, пока вольем, и он взлетит. Хренушки вам теперь. Теперь нельзя. Все, что можно, только до дня соревнований. Поняли? Если сегодня это лошадь выступает, сегодня она больше ничего получить не может. Все. То есть, в день кросса нельзя капать? Нет. Только в день, а после кросса можно капать? После кросса можно, потому что соревнования закончились. И завтра соревнования будут третий день. Вот завтра капать нельзя уже. Все, что понятно? Все, и мы помогали. Мяснички. Это важно. Теперь, понятно, на исключение будет представлять для стартов, начинающих в 18.00 или позже. Дальше. Ветеринарные формы 2.4, о которых я уже говорил, не будут больше использоваться, хотя по-прежнему можно будет использовать вещества, ранее записанные в этих формах. И их использование больше не нужно будет объявлять заранее. Понятно? То, о чем я вам говорил, не надо будет приходить, и когда можно, мне уколоть вот это. Пришел и колешь, и все. Стюарт подходит, а что вы колете? Вот это. Да, есть разрешение, нет, потому что это не нужно. Ветеринарные формы 1 и 3 будут продолжать использоваться, но будут переименованы ветеринарные формы А и Б. Копии этих ветеринарных форм, которые были подписаны ветеринарным делегатом, будут представлены только лечащему врачу, осуществляющему лечение. И вот ответы, Оля, еще на твой вопрос. Вот такой вот. Журнал применения медикаментов, Лог-Блук, не должен более храниться в паспорте лошадь или передаваться ветеринарному делегату на мероприятие. Понятно? Это, в принципе, изначально была дурацкая практика, никто ее не соблюдал, потому что какой же дурак захочет официально записывать все, что он в своей лошади колон? Да? Особенно, когда этой лошади уже 12-15 лет, она выступает в выездке и так далее. У нее такая история болезни, что там просто, знаешь, в вашем фенеоматозоне крови не обнаружено. Поэтому... Жень, ты знаешь, это опять-таки с мясом может быть связано, что сейчас эти лошади ни в коем разе не могут пойти на мясо, даже если они ногу сломают, а раньше это допускалось. Тоже можно. Поэтому требовалось эти антибиотики. Тоже можно. Но сейчас все. То есть практически локбук потихонечку сходит на нет и сильно он не нужен. Я, честно говоря, его и не смороу играю. Значит, ну, про вакцины это понятно. Я не знаю, зачем они это писали. Никто никогда и не предполагал на соревнованиях вакцинировать. Лошей, это был просто полный. Но все равно они это прописали. Значит, решенные терапевты и... Итак, еще раз. Значит, лошади больше не будут лечиться путем инъекции любым веществом до окончания выступления в день старта. Об этом я уже вам прочитал. Так, а вот лошадиные терапевты. Были данные разъяснения относительно видов поддерживающей терапии, которые могут быть использованы во время соревнований ФИИ. Персонала, который может знать, что их выполнять. Поддерживающая терапия была разделена на категории ограниченная и неограниченная терапия. Ограниченная терапия будет проводиться обученным персоналом, известным как разрешенные лошадиные терапевты. Разрешенные лошадиные терапевты будут причислены к базе данных ФИИ и им выданы удостоверения личности ФИИ. То, о чем я вам говорю. Специальные руководящие принципы в отношении требований к обучению и зачислению разрешенных лошадиных терапевтов будут подготовлены и распространены в Национальной Федерации. И стюарды смогут проводить проверку удостоверения личности разрешенного конного терапевта и проводимую терапию. Они также должны удостоверить, что только разрешенные лошадиные терапевты проводят ограниченную терапию. Понятно, да? Оборудование. Это тут все к оборудованию. Достаточно сложные такие вещи. Это больше касается вопросов технического делегата. Это конюшни-изоляторы, допинг-лечебные денники, минимум две конюшни. Но это прописано не для нас. Потому что это очень сложно. И только в огромных спортивных комплексах там можно и изоляторы, и то, и все. Тут еще есть такой момент по требованию для денника, для допинг-бокса. Организационные комитеты могут представить только один денник для допинг-тестирования на соревнованиях, где участвуют менее 10 лошадиных. Кроме того, резиновые маты должны быть уложены в денниках допинг-контроля, которые были построены на траве. Вот. Ну тут вода, там это все, ничего там такого особенного нет. Вот. Техонюшни. Так. Ветеринары ФИИ. Значит. Ну тут еще есть такой момент, что сейчас расширяется круг ответственных лиц. То есть, если раньше Responsible Person это был только спортсмен, то сейчас официально к ним причислили грумов, тренеров, владельцев лошадей, лечащих ветеринаров команды. И были сделаны так же, а раз в плане поблажки еще сделаны, это в плане поблажки было сделано для людей, которые имеют право от допуска в холдинг-бокс. То есть, если раньше в холдинг-бокс был только спортсмен и лечащий ветеринар, и больше никто, то теперь в холдинг-бокс допускается, будет допускаться владелец лошади, лечащий ветеринар, тренер и спортсмен. Могут приходить, смотреть, задавать вопросы и так далее. А что касается ветеринаров в холдинг-боксе, то тоже были сделаны тут разъяснения, что ветеринар холдинг-бокса предоставляет только клиническую картину, но никак не свое мнение. То есть, он не имеет права голоса и говорит, я считаю, что может выступать. Он просто говорит, я нашел воспаление сухожилия на правой береги ноги, сильно чувствительно болит. Все. Что с ним делать, не его дело. Понятно, да? Еще было того разъяснение относительно ветеринарной инспекции. А, ну вот еще что, да? Что во время выводки лошадям не разрешается более носить бинты, поподы или аналогичные предметы и запрещено скрывать идентификацию лошади каким-либо образом. То есть, в принципе, если раньше у нас лошади выходили, и они до последнего момента ходили в нагавках, в бинтах и так далее, то сейчас во время выводки не имеют права носить бинты, попоны, аналогичные предметы и так далее. То есть, в принципе, если лошадь уже готовится, она должна все это снять и выходить без всего. Было сделано разъяснение относительно лошадей, покидающих место проведения соревнований для ветеринарного осмотра в клинике. То есть, если раньше конкретно, категорически запрещалось лошадям покидать место соревнований, и все. То сейчас можно будет покидать соревнования только в том случае, если по каким-то срочным причинам лошадям надо покинуть место соревнований, чтобы обследоваться в клинике. Например, коллеги. Например, там нужно сделать УЗИ, которого нет, а есть в клинике, или рентген, или еще. Лошадь может уехать туда и вернуться обратно без сопровождения ситуации. Понятно, да? Какие-то разрешения на это нужно получать? Я думаю, что да. Пока тут не написано это. Просто написано, лошадям будет разрешено повторно заехать в зону проведения соревнований и продолжить участие в конкурсе, если не покидали их, чтобы пройти обследование в референтной клинике. Понятно? Какое-то разрешение, наверное, да. Пока об этом не это самое. То есть, и клиника должна быть какая-то оговоренная, а не там посетительная, конечно. Ну, конечно, конечно, конечно. Ну, всякие неисправности паспортов, новые санкции были включены в отношении неисправных паспортов, связанных с нарушениями записи вакцинации, неточенности в описании и так далее. То есть, в принципе, просто они еще раз напоминают нам о том, что штрафы еще больше усилились, контроль еще больше усилился. Вот все основные изменения, ничего нам больше такого. Измерение пони, новые виды форм, ветеринарный врач-терапевт, невозможность лечения лошадей в день соревнований, санкции штрафные, возможно, что лошадь может уехать и вернуться, если она едет в клинику. Вот такие основные моменты. Ну и, соответственно, по здорому. Так что это вот мы с вами, если есть какие-то вопросы по изменениям, но пока я думаю, что их никаких нет, начнут соревнования, будут вопросы, и мы тогда как-то вместе будем решать. Но вообще, скачайте себе ветеринарный регламент, он есть, он уже готов, и можно это все сделать.